На орбите спутник Канопус первым делом раскроет солнечные батареи. Поэтому инженеры проверяют комплекс энергопитания, своего рода кровеносную систему космического аппарата, особенно тщательно. Напротив спутника стенд из десятков мощных ламп, которые имитируют Солнце. Испытания проходят успешно. Энергия идет ко всем многочисленным системам. К запуску все готово. Аппарат бережно помещают внутрь головного обтекателя ракеты-носителя «Союз-2.1а». На языке специалистов эта процедура называется «накаткой головного обтекателя». После окончательного монтажа ракету медленно на специальной платформе вывозят по рельсам из монтажно-испытательного корпуса. Она отправляется на стартовую площадку. Внутри малые спутники из США, Норвегии, Японии и Германии. Однако внимание больше всего приковано к российскому Канопусу ВИК. Основными целями и задачами его является мониторинг техногенных, природных, чрезвычайных ситуаций, определение пожаров, определение мест, где произошли стихийные бедствия и также для уточнения карт топографических. Новейший Канопус будет рассматривать землю черно-белой камерой с разрешением 2,5 метра и цветной, или на языке инженеров многозональной, с разрешением 12 метров. Но главное на спутнике инфракрасная камера, поэтому он и получил индекс ИК. «Будет отвечать за определение пожаров на поверхности Земли. Она работает в нескольких спектральных каналах. И самый минимальный очаг пожара при температуре 1000 градусов по Цельсию, который она должна определять согласно техническому заданию, составляет 5 на 5 метров». На орбите уже работает первый Канопус В. За пять лет он собрал гигабайты ценной информации о земельных и водных ресурсах Земли, крупных выбросах загрязняющих веществ в атмосферу, а также детальные снимки поверхности нашей планеты. Оба спутника проектировали и собирали в корпорации ВНИЭМ. Сейчас на этих рабочих столах в монтажно-испытательном корпусе разложены элементы еще двух аппаратов, которые отправятся на орбиту в ближайшем будущем. Все создаются на сходной платформе. «Одними из элементов управления системой ориентации и стабилизации являются солнечные датчики. Сверху, вот видите, стоят черные бленды. Это макеты звездных датчиков. То есть аппарат наш определяет положение по звездному пространству, стабилизируя свое состояние в космическом пространстве». Вся аппаратура устанавливается внутрь сотопанелей. Эти легкие стенки напоминают соты. Они прочные, но при этом обеспечивают хорошую вентиляцию. Затем сотопанели собираются, и получается куб. «Также здесь можно увидеть целевую аппаратуру, две камеры». Камеры Конопуса могут менять угол зрения. Причем сама оптика неподвижна. Поворачивается спутник благодаря вот этим двигателям-маховикам. Таких на каждом аппарате восемь. Четыре малых и четыре микро для точной подгонки. «Вот жгуты. Аккуратно, чтобы не занять. Штрипочки убрать. И вот здесь, в одном месте, восстановить покрытие термопасты. Там буквально полмиллиметра». В соседней лаборатории инженеры в НИЭМ готовят к приемке другой новейший метеоспутник – Метеор М-2.1. В отличие от Конопуса, задача которого детально рассмотреть заданные участки Земли, здесь цели глобальные – охватить своим взором планету целиком. «В основном это приборы широкозахватные, которые дают глобальное состояние облачности, глобальное состояние влажности, подсылающей поверхности, атмосферы. Есть приборы, которые измеряют горизонтальные профили влажности и температуры воздуха. То есть это все ложится в основу уточнения прогнозов погоды». Сигнал с метеора будет идти в диапазонах Международной метеорологической организации. Данными смогут пользоваться десятки стран мира. На орбите работают уже два спутника этой серии. В ближайшем будущем к ним присоединятся еще три. Это необходимо, чтобы синоптики могли давать более точный прогноз погоды. Аппараты в НИЭМ занимаются и глобальными научными исследованиями. Это макет спутника Ионосфера. Четыре сложнейших прибора этой серии отправятся в космос после 2020 года. Они будут исследовать толщину Ионосферы нашей планеты. «Уникальный для космоса прибор — это низкочастотный волновой локатор, который позволяет определить состояние Ионосферы. Вы видите на аппарате передающие антенны, которые излучают импульсы в диапазоне до 20 МГц, и приемные антенны, которые принимают отклик отраженного сигнала этой Ионосферы. И в зависимости от того, какие частоты прошли, какие отразились, можно определить распределение Ионосферы вдоль трассы полета». Еще никогда подобные исследования не проводились из космоса, только с Земли. А между тем, от толщины Ионосферы зависит качество радиосвязи на планете, особенно в диапазоне коротких волн, которым пользуются все экстренные службы — пожарные, полиция, скорая помощь. В тесной связке с четырьмя спутниками Ионосфера будет работать аппарат «Зонд». «Он будет летать по терминаторной орбите. Терминаторная — это вот если с вашей стороны Солнце, с моей стороны Земля, и он все время смотрит на Солнце, летает вокруг Земли, так что на него всегда смотрит Солнце». «Зонд» поможет определить, как вспышки на Солнце и солнечный ветер влияют на земную жизнь, сколько электронов летит от светила к нашей планете, и чем это может угрожать. «Пуск! Есть пуск!» Но сейчас все внимание инженеров в НИЭМ — к этому запуску. «Параметры системы управления ракетами» «Конопус ВАИК» благополучно вышел на орбиту. Теперь в течение трех месяцев он будет проходить летные испытания. И только потом, после решения Госкомиссии, его уникальное оборудование приступит к штатной работе.